Су-57 не хрустальная ваза, следующий соберут еще лучше. Это первая авария истребителя Су-57. Она произошла во время испытательного полета в Комсомольске на Амуре, 111 километров от аэродрома базирования. Аэродром принадлежит Комсомольскому на Амуре авиационному заводу имени Гагарина. На этом заводе, в частности, создаются и испытываются изделия Т-50, которые при отправке войска получают обозначение Су-57. В настоящий момент имеются две версии. Первое, что разбившийся Су-57 был первым серийным образцом, который планировалось отдать войска до конца года под елочку, и в исполнение обещания президенту Путину. О такой версии со ссылкой на информированный источник сообщило агентство Интерфакс. Это первый серийный Су-57, который завод должен был передать военным до конца года, так цитирует агентство своего собеседника. Примечательно, что о том же и то же информированный источник сообщил другому авторитетному агентству РИА Новости, разве что уточнил, что передать самолет должны были 27 декабря. Не менее примечательно, что те же РИА Новости выдали и вторую версию, на сей раз со ссылкой на представителя правительства Хабаровского края. Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставили на завод, цитирует собеседника агентства. При этом называют машину истребителем Т-50 и добавляют, что машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю. Но это ведь несколько разные вещи. Если это Т-50 и он принадлежит заводу, а испытывали на нем двигатель, то речь должна идти об аварии летающей лаборатории, в которую некогда был переоборудован второй летный опытный образец ПАК-ФА, самолет Т-52. И если на нем испытывали двигатель, то это на деле должно означать, что упал тот самолет, на котором был установлен опытный образец нового двигателя. Известно под названием «Изделие-30». Поскольку этот двигатель был установлен на одном крыле на месте уже давно отработанного, а Л-41Ф1 – изделие-117, то понятно, что такая машина не относится к серийным образцам, а значит, никак не может быть поставлена в войска. Более того, даже если бы речь шла о самолете, оборудованном обоими 30-ми изделиями, то и он не мог идти в войска, поскольку пока туда в качестве серийных готовятся машины со 117-ми двигателями. Если же данная версия не верна и упал самолет, предназначавшийся для передачи войска, то о каком испытании двигателя на серийной машине можно говорить? Максимум о прогоне перед военной приемкой. В общем, противоречия налицо. Разрешить его в пользу того или иного варианта могут только дальнейшие сообщения по результатам расследования аварии. Но тут возникает проблема вторая. А нужны ли эти сообщения? Нужны ли вообще сообщения о крушении Су-57 во время испытательного полета? Тем более, что летчик успел катапультироваться и выжил. Его эвакуировали на вертолете. Эта проблема начинается сразу с сообщений о том, что причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом, либо ошибка пилота. Вот вы сами подумайте, а что еще можно сказать в первые часы после крушения истребителя, когда Госкомиссия еще только начинает рассматривать бренные обломки, и то в лучшем случае, когда медики еще пользуют летчика, который все же как-то повредил ногу. Для чего такие упражнения в скорости построения версии со ссылкой на неназванные источники в оборонно-промышленном комплексе, с которыми отметилось третье авторитетное агентство ТАСС? Ему один из собеседников поведал, что по предварительной информации авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57, а другой высказался в том смысле, что по всей вероятности произошел сбой в управлении хвостовым оперением. Да, конечно, все понятно, что конкуренция заставляет агентство упражняться в скорости построения версии, хотя кто бы пояснил, исходя из разумных соображений, зачем в одном государстве два конкурирующих государственных новостных агентства и еще одно как бы частное? Впрочем, это вопрос восьмой, главный все же в другом. Вот один из комментаторов на авторитетном ресурсе военное обозрение справедливо вспоминает горькая правда жизни летчиков-испытателей. К примеру, Су-24 раз в десяток валился, пока детские болезни не исчезли, а сейчас какое десятилетие в строю? И это истинно так. Потому что перед нами завод, на заводе строятся самолеты, тут же они испытываются, техника сложная, режимы запредельные, испытательные. Что-то всегда может пойти нештатно, ведь, собственно, это уже в ходе данные деятельности и добиваются. О чем звоните вы, агентские Вити, и уж тем более, представители правительства региона? Чего хотите добиться звоном своим? Чтобы не испытывали новые изделия, так это же хорошо, что какая-то проблема привела к аварии именно сейчас, на испытании, а не в войсках при строевой эксплуатации. Ладно бы погиб, не, не ладно, конечно, а слава богу, что не погиб человек. Тут нужно было бы отдать должное его памяти и подвигу. Здесь-то ситуация совершенно ординарная для данного этапа рождения нового самолета. И вот кто бы пояснил, для чего нужна эта гласность, поочечаяние. Уж лучше официальная версия и новость, чем догадки и предположения блогеров и журналистов. Такого бы напридумали, пишет еще один комментатор военной обозрения. Нет, дружище, как мы видим, официальной версии нет, вместо нее сразу две. К тому же противоречащие друг другу и обе из неназванных источников. Что справедливо, ибо нормальной официальной версии нет и быть не может. А потому в ход идут и осторожные предположения тех, кто хоть как-то рядом с событием. Так вот, именно на их основанию и уже напридумывали. К своей светлой радости повод получили украинские нацики и вообще дернутая нацизмом за голову общественность, обезумевшая юго-восточной части русской земли. Ведь то, что упал самолет, до которого Украине не добраться ни экономикой, ни наукой, ни техникой, еще лет 50, не берется во внимание. Как и то, что это на данный момент вообще лучший самолет пятого поколения в мире, подобие которому даже в США выглядит бледно и немощно. Главное, у проклятой русни что-то там упало. Да и внутри России полно, оказывается, радующихся. Радующихся, как бы, от противоположного. Позор на весь мир. Разбили новый серийный Су-57. Теперь Алжир откажется их покупать. А Келла промахнулся. Позор джунглям. И вот зачем это все нужно поощрять. Что озвучена информация об аварии в реальности полезного даст общество и специалистам. Вот действительно, полезного-то что? Су-57 пытаются свалить из пятого поколения в четвертое. Разоблачение недостатков российского истребителя пятого поколения Су-57 стало модной мировой темой. Первой стала американская компания Lockheed Martin, что было конкурентной борьбой. Затем подхватила Индия, не желавшая, сильно тратится на совместную с Москвой разработку индийской модификации самолета. И вот недавно подключились и российские эксперты. У Су-57 только одно достоинство сверхманевренность. Однако для машин пятого поколения она не нужна. Потому что все современные воздушные бои идут на средней дальности в 30-50 километров. Обнаружил противника, пустил ракету и одержал победу. Однако с экспертом не согласны даже американские инструкторы, обучающие пилотов F-22 сражением с российскими истребителями Су-35 и Су-57, роль которых в США играют самолеты-имитаторы. Во время учебных боев зачастую дело доходит до собачьих схваток, сражений на ближней дистанции. И тут у американцев по их собственному признаю минимальные шансы уцелеть. У самолетов пятого поколения есть три ключевых показателя. Это сверхзвуковая крейсерская скорость, малая заметность и объединение в единый комплекс всех систем самолета. Еще одно требование использования РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Су-57 ему удовлетворяет, хотя все характеристики не раскрываются. Что же касается малозаметности, суждения о ней основываются на домыслах и слухах. Конкретное значение эффективной площади рассеяния самолета это тайна за семью печатями любого самолета пятого поколения. Что главная проблема, по которой Су-57 нельзя отнести к самолету пятого поколения, это слабый двигатель. Он не позволяет совершать сверхзвуковой крейсерский полет без использования форсажной камеры. Но то же самое можно сказать и о самолете F-35. Локхит Мартин утверждает, что в бесфорсажном режиме его скорость достигает 1,2 маха. Однако, эксперты единогласно считают, притяговооруженности, которой обладает F-35, бесфорсажная сверхзвуковая скорость для него невозможна. Поэтому параметру самолет относится к группе истребителей, появившихся в 60-е и 80-е года. F-4, МиГ-23, F-14, Мираж. Тяга вооруженности F-35 0,89. Шведский Гримпен 0,94. Палубный Супер Хорнет 0,95. Французский Рафаль и F-16 1,02. F-22 1,09. По 1,13 у истребителя Тайфун Су-35 и Су-57. У F-35 невысока и максимальная скорость 1,6 маха. В связи с чем мудрецы из Локхет Мартин начали внедрять идею о том, что для истребителя пятого поколения не нужны ни высокая маневренность, ни большая скорость. Но начиная с 11-го самолета Су-57 заказанных Минобороны уже будет стоять двигатель второй очереди. Тяга вооруженность самолета возрастет до 1,38, а максимальная бесфорсажная скорость до 1,5 маха. Интересно, а как думают зрители канала? Нужна ли самолету пятого поколения сверхманевренность и высокая скорость? Или нет? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом новости от ТОП-арми не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Напоминаю, идет сбор средств на создание ролика о начальном этапе Великой Отечественной. Всем, кто поддерживает это начинание, большое спасибо. А на этом до свидания на самом лучшем канале и сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала ТОП-арми.